На территории Академии Евсим состоялось торжественное построение, на котором курсантам объявили приказ о присвоении звания лейтенант внутренней службы. В мероприятии приняли участие представители органов власти и управления Рязанией области, правоохранительных структур региона, духовенства, ветераны военной службы и правопорядка, профессорско-преподавательский и личный состав вуза. Начальник Академии Александр Крымов в своем поздравительном слове отметил, что курсантские годы останутся в памяти выпускников, как настоящая школа жизни. Примите действительное поздравление с окончанием вуза, успешное прохождение духовной государственной администрации, результаты которой подтверждают готовность решать проблемы, возникающие условия реальной действительности и фирменной службы. Почетное право первыми лично поздравить выпускников получили их родители и родственники. Праздничное настроение присутствующим задали выступление взвода курсантов-девушек, барабанщиц, оркестр Рязанско-гвардейского воздушно-десантного училища, традиционный лейтенантский вальс и торжественное прохождение по плацу парадного расчета курсантов-девушек с исполнением маршевой песни «Прощание славянки». Очень волнительный день на самом деле, потому что сейчас мы выпускаемся и готовы практически как уже дипломированные специалисты прийти на работу и, соответственно, показать те знания, которые мы приобрели за пять лет в Академии. Очень трогательный день. Спасибо всем, спасибо Академии за то, что выучили нашего сына. Нам очень приятно. Буду работать. Надеюсь, что все будет хорошо. Надеюсь, будет карьерный рост и все будет хорошо. По сложившейся многовековой традиции выпускники простились со знаменем родной «Альма-Матер» – главной реликвией учебного заведения, в котором проходили службу. Не забывайте все синий годы, всю ту пучку, но контакт, который вы здесь освоили, и в будущем оставили в вашем году. В завершении торжественной церемонии выпуск курсантов в последний раз прошествовал торжественным маршем под звон монет по команде. И все, как дань многовековой офицерской традиции. Олеся Котровская, Игорь Глотов, телекомпания «Город».